Красный крест на автобусе признак того, что в ваш микрорайон приехал мобильный фельдшерский пункт. На этот раз в поселке Волгарь проходит добровольная бесплатная вакцинация. Местные жители довольны такой заботой от государства Галина Садулова. Пенсионер. В целях безопасности от заражения коронавирусом лишний раз на публике не появляется. А мобильный медкабинет для нее хороший шанс сделать прививку от опасной болезни. Чтобы не болеть, на лавочке сидеть, не болеть. И все. Никуда не ходим от дома. Все знакомые мои подруги, все прекрасно чувствуют. После второй, первый, второй. Поэтому я решила. У пенсионерки Нины Лучиной вся семья привилась от коронавируса, когда в поселок приехал мобильный ФАП, и она решила вакцинироваться. Чтобы закончить с этим коронавирусом. Все раньше меня привились. Вот этой весной, осенью практически небольшое количество людей практически не болели гриппом. А почему? Потому что все ходим в масках. То есть, значит, это помогает и прививка поможет. Мобильный прививочный пункт в Волгаре посетили как старики, так и молодежь. С собой необходимо было взять паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация проходит в два этапа. Через три недели нужно будет сделать вторую прививку, чтобы сформировать иммунитет к штаммам коронавируса. Вакцинацию я перенес еще в декабре. Вторая дача была у меня в январе. Перенес я ее нормально, чувствую себя хорошо. Вакцинация, которая сейчас проходит, это как раз то направление, которое призвано победить эту болезнь и защитить наше население, уменьшить смертность среди населения, особенно старшего возраста, а также лиц с хроническими заболеваниями. Сегодня это приоритетное направление в жизни страны в предупреждении распространения смертельной болезни. Чем быстрее пройдет вакцинация, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет и остановится распространение инфекции. Помогают ускорить доступность вакцинации мобильной ФАПы, которую передал медикам губернатор Дмитрий Азаров. Сергей Кизоркин, События.